Прикоснулся к прошлому глава региона Валерий Радаев. Накануне посетил Саратовский областной музей краеведения. Там проходит выставка, посвященная десятилетию раскопок на Увекском городище. Также в рамках рабочего визита губернатор посетил областную научную библиотеку. Вместе с главой региона в учреждениях культуры побывала и наша съемочная группа. Глава региона Валерий Радаев с интересом разглядывает полотно Бориса Кустодиева в Венеции. В зале областной научной библиотеки открылась необычная выставка. Проект этот для нашего города инновационный. Подготовлен он совместно с Министерством культуры Саратовской области и Музеем русского импрессионизма. В зале библиотеки музейное полотно будет висеть еще две недели. Познакомиться с ним уже успели ученики лицея имени Пушкина. Эта картина знаменательна тем, что она сначала не была в России, ее продали за миллион долларов почти что в другом загранице. И интересна она тем, что в основном Кустодиев писал картины яркие, очень красочные, а эта картина очень мрачная. Екатерина пришла на выставку вместе с классным руководителем и одноклассниками. Визит губернатора в библиотеку для них был настоящей неожиданностью. Главу региона они встретили в одном из залов библиотеки. Валерий Радаев пообщался с детьми и поинтересовался у них о том, какие общественно значимые события из культурной жизни региона они знают. Врачевский музей устраивает «Ночи культуры», «Ночи искусств», «Ночи музеев». Очень интересные выставки. Посещаете, ходите? Да, я посещаю, иногда даже сама принимаю участие в этих выставках, рассказываю. Ребята мне очень нравится. В конце беседы Валерий Радаев пожелал детям успехов в учебе и хороших достижений в выбранной профессии. Зал, в котором проходила встреча, называется «Президентская библиотека». В ней представлены редкие экземпляры книг со всей страны. Получить доступ в библиотеку может любой житель города. Назвали ее в честь нашего президента, первого российского президента, именем Бориса Николаевича Ельцина. Президентская библиотека отличается тем, что все ресурсы представлены только в электронном виде. Все материалы доступны в любой точке нашей страны. Такие же читальные залы открываются и за рубежом. То есть, программа, конечно, из любой точки земного шара. Можно выйти в президентскую библиотеку и прочитать все, что вас интересует. Средневековые города Золотой Орды не строились в тех, вообще. То есть, это парадокс. Город – это ограждение, град и так далее. Здесь не было. Также губернатор посетил и Саратовский областной музей краеведения. В этом месяце здесь проходит выставка «Прикосновения к прошлому». Основная ее цель – познакомить горожан со средневековым городом УВЕК, который ныне находится на окраине заводского района Саратова. Раскопки там археологи ведут уже 10 лет. На выставке они представили экспонаты из раскопок и интерактивные элементы, связанные с архитектурой средневекового города. Валерий Радаев оценил проделанную работу и даже предложил организаторам устроить на УВЕКе музей. А нам надо определить границы, соответственно, принять какое-то решение внутреннее, для того, чтобы, может быть, переселить сегодня часть жителей, создать им другие возможности для проживания, купить где-то квартиру в городе Саратов. Но эту историческую часть надо развивать. Название выставки «Прикосновение к прошлому» не случайно. Отличается над тем, что экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать. А для тех, кто хочет почувствовать себя археологом, организаторы также установили песочницу. Вооружившись лопаткой, посетители музея могут раскопать в песочнице предметы Средневековья. Возрастных ограничений выставка не имеет. Интересна и понятна она будет как детям, так и родителям. Мы хотели сделать ее максимально доступной для всех возрастов и всех интересов. Разных, точнее, интересов. То есть, ну, конечно, там, если ребенку три года, то это еще рано. А вот если он пошел в школу, я думаю, что даже чуть ли не с первого класса ему будет здесь уже интересно. Не все может быть понятно, но зато при этом будет доступный, есть материал и для ученых, исследователей узкоспециализированные, и есть общедоступный материал для людей, которые очень мало знают об Увексском городе, в городе Укек, и именно поэтому мы постарались сделать ее максимально доступной и понятной для всех, чтобы каждый желающий нашел здесь что-то свое, что-то особенное, что-то интересное, чтобы он прикоснулся к прошлому своего родного края. В другом зале краеведческого музея губернатору рассказали о войне. Выставка посвящена началу столетия Первой мировой. В зале музея хранятся фотографии, документы и награды, связанные с этой войной. Значимое место занимают экспонаты, рассказывающие о наших земляках, георгиевских кавалерах, Чапаеве, Головатом и Панфилове. Кроме этого, на выставке представлены коллекции плакатов и открыто хранящиеся в фондах музея.